сегодня 5 октября 16 года среда наконец-то пробили тут печь вчера самой трубы начали вот вторая красная а верхняя это второй этаж все пошла там еще один один пробив надо будет делать и затопил русскую печь тоже идет вот она не знаю дым видать или нет практически у никиты все включили ну и шикарная у него балкон по нашим меркам у него хоть сколько гостей тут будет могут заходить все проще проверено засмолили внизу видите как чернота какая черная вот так а отмыть это это проще всего вот ребята пошли пасти после обеда и обходят из-за шарика вокруг обходят он бы тяпнул за ногу вы пошел стефан и видно анфиса 3 часам дня часу до 3 теперь выгоняет не 8 в 9 и вечером не в 7 в 6 на 2 часа короче еще раз покажу вот она игорь привез остатки трубы бандажей так что теперь высокую трубу поставим у володи володя там сейчас возится с тестом чтобы хватило нам по или еды отсюда я позвонил в город сестра щукина нанил алексея нам готовит муку пополам удивительное дело вот она куда даже еще лучше видать и там сегодня вы должны сделать мы дополнительную лестницу вот привезли жертвь ну тут одному не сделаешь никита пришел сейчас они там из лагеря всего возили остатки вот как его выглядит дом теперь с этой стороны пробуди его господи у него чувство хозяина в абсолютно нигде ни в чем нету молимся и господь может сделать это детская страшная запущенность быть иждивенцем как говорится нахлебником проще сказать паразитом а нам это никак не подходит мы должны работать пошла все слава тебе господи опять весь грязный вот смотрю у стеновых то ли баньку топят то ли еще вот она видать но она у них низковато а там над крышей тоже дымится видите как деревне вовремя раз парной не папа это не попаришься в городской в городском санузле а здесь и погреться и все можно вот так помаленьку наводим а сайт и обмахнул рукой проснулся прям села не на нос для вас 40 лет с печами возился сейчас в необычном месте пробил потому что хозяин тут переоборудовал ну и по незнанию своем или мы не будем говорить как ну 6 снова больше ведра сажи вытащили 10 получается 11 ведер кто виноват у него как-то суженное пространство вот как только входишь вот крыльцо у него слева справа и на крыльце только ногу поставить все стоит ведрами и флягами тут что-то слева сегодня я перебрал все в ванны набрал сжигать будет там володя но здесь вот это гвозди шурупа еще так и не навалено это никите задание все перебрать и убрать от стены до стены должно быть пространство я живу маленьких комнат маленькая комната своя но проход всегда чистый даже чуть-таки нога задевает я сразу убираю вот сейчас я зайду в комнату комнате вот подымливала сейчас уже меньше дыма это лопнутая духовка никита и далеко саша убирают никита воде пришлось пробить новый но еще один надо пробить вон там над самой задвижкой ты подойди-ка сюда я попрошу одно дело сделать никита посмотрите что тут где есть какая посуда почерпни водички и приснеет духовку вот на кружку от отставь пока маленько сторону еще пол ведра на прессе и своего ведра там маленькой вот Русская печь Не побелена ничего тут Но самое главное, это горит Горит И так что, подожди-ка Глянь как, Никита В избуто дым-то нисколько не идет Паутина все позатянуло Все выгорит О, это я делал ее печь Делал, может быть, 20 лет назад с лишним Вот она, видите, плита Вдребезги разнесенная Даже кружок, вон как, весь И здесь она на три части Но заказал, деньги дал Игорь приехал, не привез, видимо, не успел Дальше, смотри Да иди-ка сюда На, на духовку направь Держи Аккуратненько, держи, не урони Теперь, когда печь делаю Я всегда хозяин показать Это духовка, вот смотри Сейчас, подождите Сейчас, сейчас Вот, в духовку плеснул Вот она, смотри В дальний конец Вправо Внизу Все, кипит, вон, видно Видишь Видно, нет Ну, то есть Духовка вся огнем пылает Вот это летний ход Можно уменьшить Она прожгла сажу И дыма вообще Сейчас не следует Это Последний день Действия перед расчетом Хозяевами Вот У меня оклад был Я был сторожем 72 рубля Я в день две пищи Выкладываю 70 рублей в один день 70 И вот одновременно Тут Нанимались Базу ремонтировать Где-то за 8 дней Получалось 700 рублей Плюс А государственное Это всего 72 рубля На это смотреть не надо Государство меня зажимало Со всех сторон Гоняло по социальной лестнице Сверху донизу А как они усмотрят за мной велосипед В частный сектор Лежит Где глина Песок подъехал Господа Вам может быть печка нужна А кто вы такой А вы вас спросите Я на соседней улице делал Все Одному делаешь Двое приходят Вы мне сделаете Мне сделали Она не греет Там дымит И как зверь Жрет уголь только У меня на полторы тонны Меньше Чем у других Сжигает Ну я во-первых Учился строительную технику Потом у хорошего печника Поляка Помощником был На практике Летняя практика была Ну и потом 40 лет за плечами Но Изобретательского таланта У меня никакого нету Я просто Слышу и вижу Все системы Смотрю Как Признаю что хорошая Но маленечко Что-то вношу Какой-то уголок Где-то Скосить Немножко так вот Ну То есть По пустякам А не так Что песнь Сущевского Я бы ее заменил Нет Или круглая Я бы ее там стал По-другому конструировать Нет Мне не дано Я это Сознаю И знаю Что это не мой талант Мой талант Хорошо работать Однажды Я прочистил Впустил вход В один день Шесть печей Это был рекорд Один раз Но это был на пределе Как у японцев В шесть раз Быстрее работает Чем обычные люди Автосборочный Какой-то там Конвейер А можно быстрее Нельзя Дальше наступает Смерть Смерть То есть Сердце не успевает Я здесь все так же Через порог Переступил Мне 30 лет Сила Спортсмен Упал И не обвиневожил Ничего Как был Пришел Не умылся Упал И замерто уснул Вот один раз Было шесть печей Четыре Для меня почти норма была А основа С фундамента С трубой Выкладывал Две пищи Две Еще с котлом Ну это уже С закрытыми глазами Когда можешь делать Каждое Движение Вымерено Обедать допустим В час или в два Если я не успел Положить Такой-то ряд кирпича Я уже начинаю Мараковать Думать А где В каком месте Я пропустил Поэтому я никогда Ни разу Ни одного дня Не завидовал Никаким олигархам Они не знают Радости Труда Вот Сейчас еще дым Тут пока включал Пожалуйста Они не знают Златоуст говорит Земледелец С наслаждением Вдыхает пыль Гумна Ожидая урожая Еще нет Он даже мысленно Где-то Вот и все Пыль Гумна Да это же Плохо вроде Ничего ты не знаешь Запах пеленок Какой он Приятный А мать Она вдыхает Не надышится Она Вот показывает Фильм Ликвидация Щекан Моется Она рубашку Взяла Там Венгерка Какая-то Румынка Припала Нюхает Запах Запах Мужчины Мужа Она его любит Я не говорю Что он правильно Неправильно Очень Очень Ну сколько Заранее договорились 30 рублей Ни с одной бабушки Не взял за всю жизнь А я половина Нара печей Бабушкам Делал А как Баба Слушай внимательно 30 рублей Печь стоит Разменяй По рублям Ну старые рубли Это были деньги 16 копеек Кирпич хлеба По рублю Возле церкви Возле храма Покровского Города Барнаула Подавай нищим Всем не разбирай Кто он какой Там они не пьяные Бывают И не настоящие Нищие И просите Чтобы они Помолились Об Александре Чтобы он Вернулся домой Ни один человек Не знал По ком Александре Значит у меня Сын Александр Он ушел И не возвращается Давно Я говорю Давно его нет От него большая польза Была бы всем Я об Александре Солженицыне И когда он вернулся Это ответ на мою молитву Да бросьте вы Это Горбачев Или кто его там принял Да это так Я все время Молился о крушении Сатанинского Дьявольского режима Проглотившего 100 миллионов человек Коммунистической язвы И когда пал этот режим Я сказал Бог снова Меня услышал Услышал Как в одном рассказе Написано Его он был Когда-то В деревне Отца раскулачили А он мыкался Мыкался И Вечером беседовать Огонь зажигать нельзя Садились два окна В простенок Между окнами Комсомольцы подглядывали Все докладывали Мы с братом Решили уйти в Алма-Ату В город Ушли туда Однажды я вижу У котла сидят Какие-то люди Что-то едят Пьют Я подошел Вы кто такие будете Мы грабители Тут и убийцы И воры И домашники И карманники Вот я вас и ищу Возьмите моего брата Научите его воровать Мы с голоду помираем Он брата отдал туда А сам Попал в армию В армию уже он был Комсомолец Командир Пулеметного расчета Пономаренко Его как-то вызывает начальник Так Явился комсомолец Такой-то Пономаренко Там Расчетного Такого-то Пулеметного гнезда Он как ладонью Посмотрел на меня Ладонью как Бахнул по столу Сволочь Какой ты комсомолец Выродок Кулацкий Подонок Пробрался в армию Волчий билет Меня выбросили Нигде ничего нет В конце концов Арестовали Посадили И когда сказали Что командира Счастья Расстреляли Как врага народа Я говорит Впервые Широко Перекрестился И сказал Все-таки Есть ты Боже Долго терпишь Да крепко бьешь Это уже советская литература Это Солженицына Это действительно так Бог Долго терпит А нас бить не за что Вот я работаю Что делаю Это нужно всем Вызывают большие начальники У генералов не делал А по нижней чинам Неоднократно Он нуждается в даче Узнают Договариваемся На машине привозят Делают Я всех призываю Не в университеты Только надо учить А простое Токаря Токарь Ткачиха Как раньше было Город Иваново Город невест Пели Вот Вот я смотрю На свой труд Смотрю И душа моя Радуется Посмотри Как в печке На фоне огня Я сфотографируюсь Вот Мне Радостно это Я всех Вот сейчас еще положу Маленько Вот А теперь вот это Вот все Надо угнать В самый дальний конец Люди некоторые не знают Думают Ну просто русская пища Эй нет Вот здесь Сделаешь Кладку Как колодец Зажигаешь А потом дальше Ее сдвигаешь И заметят Огонь как идет Он идет Кверху Там Туда И заворачивается Вот он доходит Докуда Вот Вот этот Под называется Низ под Он должен маленько Наклон быть Сюда наклон Чтобы там Выше кислород попадал И вот это 49 сантиметров А здесь вот А там В конце 51 Вот такая разница И когда делаешь Вот это Свинья Называется Кружало Это все Там нет ничего Сейчас делают Как Так Там угольники Поставят Она печь Не может Это делать Вот она Видите Кругом Везде Зализывает Идет Вся прогревается На пещере лежат Зимой жарко Печь Русская печь Раньше В нее пролазили Там все Выметали Мылись 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 Парились Вот Баня Правит Баня Лещ А баня Не у каждого Была А печь У каждого Печник Востребованная Профессия Ну Я всегда Я всегда Весел И радостный На душе Легко Никого Не обманул Комната Обогрета Сейчас Еще На верху Затопить Надо Печь Будет Богу Нашему Славу Благодарю Никита Вот Это Надо Будет Полы Все Тут У нас Замызгана Если Будешь Сюда Заходить Дольше Теплой Воды Нагрей Прямо У себя Здесь На плите Плиту Я Сейчас Мы едем В город Сразу Куплю И Пришлю Вот Это Снимается И Просто На это Место Положил На глину И все Ровненько С этим Угольником Туда Чтобы Тоже Откуда Дым Идет Я не Попадает Дым Рядом Горела И попала Туда Сама Сажа Горит Это Сажа Горит Она Сажа Тоже Горит Это Не Сожженные Как Выхлопные Газы Масло Несгоревшее Дым Дым Идет Выхлопные Трубы Все Богу Нашему Слава